Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова, здравствуйте. Кировская область оказалась в 30-х худших регионах по материальному благосостоянию. Рейтинг опубликовали РИА Новости. Составляя его, эксперты брали во внимание отношение средних доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров в 2021 году, среднемесячный объем вкладов в банках, долю населения с доходами ниже границы бедности и тех, кто зарабатывает больше 60 тысяч рублей в месяц, а также долю семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку. В итоге наш регион оказался на 59-м месте списка. Из регионов ПФО ниже Кировской области еще 5. При этом эксперты отмечают, что по сравнению с 2020 годом позитивная динамика фиксируется в большинстве субъектов, в их числе и наш. В лидерах, как обычно, северные регионы. Самое низкое благосостояние у жителей Северного Кавказа, Тывы и Алтая. В Кирове выставили на продажу здание Петербургского лицея. Помещение на Володарского 114-Б, построенное в 2008 году, продают за 78,5 миллионов рублей. Объявление появилось на сайте Авито. Площадь помещения составляет 850 квадратных метров. При этом, как пишет продавец, есть возможность увеличить ее на 400 квадратов за счет строительства еще одного этажа. Также владелец добавляет, что использовать здание можно под реализацию своего проекта или продлить договор с действующим арендатором. Отмечу, что сейчас здание арендует частная школа. Она располагается там с 2009 года. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Беспорядок, препятствие к развитию вашего бизнеса. Функционирование компании становится понятным при внедрении управленческого учета. Для этого требуется, например, систематизировать доходы и расходы, начать собирать в единой системе информацию о них. Владелец уже на этом этапе может увидеть по-новому себя и свой бизнес. Предупреждают руководители компании «Бухгалтер» я, Татьяна Максимчук. Собственник всегда вносит некий элемент хаоса в бизнес. Вам надо просто, возможно, делегировать некоторые оплаты, прописав, при каких условиях они, например, делаются, и каким образом потом отчитываются по этим оплатам. Либо, например, если вы делаете какие-то оплаты с картой, прям заведите отдельную карту, чтобы не мешались ваши личные там доходы и расходы, и бизнеса, а вы потом не можете понять, что именно относится к бизнесу, а что нет. Учитесь делегировать, не делать лишнего и четко работать с цифрами вместе со специалистами «Бухгалтер» и «Я». 13 лет опыта – это серьезно. 213-112, телефон для вопросов и записи на экспертную консультацию. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» Программа «Экономика»